Мочекаменная болезнь. Симптомы. К первым признакам мочекаменной болезни относятся ощущения коликов или тупой боли в области почек, а также мочевого пузыря. Должно насторожить и учащенное мочеиспускание. Когда болезнь развивается до серьезного уровня, проявляются другие симптомы. Почечная колика и резкая боль. Терпеть такую боль очень сложно, она тяжело переносится пациентами. Тошнота и рвота на фоне приступов боли. Болезненные ощущения во время мочеиспускания. Отсутствие мочевыделения. Это в том случае, если камень перекрывает мочевыделительную систему. Кровяные частицы в моче. Не встречается этот симптом только у 8% пациентов. Повышенная слабость, утомляемость. Озноб. Повышение температуры. Если обнаружены симптомы мочекоменной болезни, ни в коем случае не лечитесь сами, не пытайтесь переждать болевые ощущения, немедленно вызывайте скорую помощь. Причины. Есть много причин мочекоменной болезни, основные сводятся к следующему. Употребление воды с большим количеством минералов. Ее еще называют жесткой водой. Сильнее всего способствует развитию заболевания вода, перенасыщенная солями кальция. Меню, насыщенное высокобелковыми продуктами, а также слишком кислыми и острыми блюдами. Дефициты отдельных витаминов, чаще относящихся к группе В-витамина. Гиподинамия, то есть недостаточно подвижный образ жизни, тоже способствует мочекоменной болезни. Некоторые вредные привычки. Так, развитию камней способствует чрезмерное употребление алкоголя. Прием некоторых лекарств не по инструкции, в чрезмерном количестве. Особенности строения мочеводелительной системы. Речь об аномалиях вроде суженного просвета мочевыводящих путей. Разное воспаление, среди которых уритриты, цистит и тедни. Нарушение обменного характера. Серьезная и регулярная обезвоженность организма. Повышенная кислотность самого организма. Многие из указанных причин мочекоменной болезни могут действовать в совокупности, комплексно все зависят от ситуации. Профилактика. Мерами профилактики мочекоменной болезни являются следующие действия. Обращаться к врачу, если колики, возникают даже очень редко и особенно не беспокоят. Проблему лучше изучить в самом начале и назначить эффективное лечение. Проходить плановые осмотры, если уже были какие-то урологические заболевания. Питаться полезными продуктами, снижая количество острого, соленого, жирного. Исключать или максимально минимизировать употребление алкоголя. Выпивать суточную норму воды, не нарушать питьевой режим. Вода должна быть качественной, очищенной через фильтр. Каждый день двигаться, уделять время физической активности. Эти нехитрые рекомендации по профилактике мочекоменной болезни помогут значительно снизить риски.